всем здравствуйте напишите если меня видно слышно вот первые зрители его как слышно меня ребята напишите как меня слышно кто присоединился к трансляции видно слышно хорошо спасибо извиняюсь за задержку технические неполадки значит сегодня проводим тренировку по боксу для начинающих что хочу сказать информации сейчас очень много в интернете на youtube и там вконтакте в инстаграме везде то есть можно найти информации по боксу целую кучу но не вся информация является хорошей то есть очень много хорошей информации но также очень много информации которая не несет абсолютно никакой пользы или вырвана частями из контекста то есть допустим вот недавно смотрел показывает упражнения с грифом допустим как надо делать человек и говорит вот эти упражнения научат вас бить они научат беда действительно но к этому упражнению обычно подходят через год полтора занятий ну то есть вот такая вот система значит что я хочу сказать сегодня мы попробуем с вами изучить стойку боксерскую передвижение по мере возможности того что видно через телефон то есть передвижение будет вперед назад андрей скоробогатов привет вперед назад получимся шаги влево вправо то есть постараюсь объяснить максимально доходчиво и в конце отвечу на ваши вопросы то есть по потому как трансляция будет идти подходить на вопросы не буду отвечать чтобы не терять время ну и как бы и ваше время тоже сильно не занимать давайте сейчас начнем попробуем а в конце поговорим будем снимать вот так чтобы меня видно было значит самое первое упражнение говорю громко стараюсь это базовая боксерская стоечка есть боксерская стойка вот такая вот фронтально когда ноги на ширине плеч стоят то есть коленочки маленько согнуты носочки вовнутрь носки у меня здесь не очень видно отойду подальше носки чуть-чуть вовнутрь ручки вот здесь положили на себя голову подбородочек нагибаем вниз сюда не сильно зажимаемся или плеч там поднимаем вот так просто расслаблен положили голову сюда насколько возможно коленочки согнули носочки вовнутрь ручки к себе кулачки повернуты на себя это называется боксерская фронтальная стойка то есть обычно она применяется только в ближнем бою или у канатов где-то работы в принципе она вам особо сильно не нужна мы должны с ней познакомиться значит основная стойка какая у нас боксе это боевая стойка у каждого она разная то есть вы определяетесь левша вы или правшая из этого мы уже строим свою боевую стойку значит я правша у меня будет левая нога спереди правая сзади как стать стоечку два варианта основных классических первые ноги берем вместе складываем вот так вот таким вот образом поворачиваем правую ногу сторону поворачиваем еще раз и носок поворачиваем сюда вот так мы стали теперь что мы делаем поднимаемся на носочки и разворачиваем пяточки немножко в сторону то есть левая двигается влево правая вправо соответственно повернулись развернулись подсели вот мы сидим уже стоечки как нам надо то есть ручки точно так же точно так же еще раз говорю не зажимаемся вот так как учат говорят подбородочек прибери плечики повыше там весь зажался ничего не получается после этого то есть подбородочек положили сюда расслаблен ноги согнуты носочки смотрят вот еще раз берем передняя нога примерно 30 градусов носочек смотрит задняя нога ну также 30 примерно 40 градусов больше не надо вот так разворачивать переднюю тоже держим не прямо если мы будем прямо держать а заднюю вот так как обычная ошибка у новичков у нас полностью исключается правая сторона то есть мы не сможем ей полноценно работать будем работать только левой рукой так вот стали расстояние между ног у нас уже есть все хорошо ручки подняли локоточки положили должно быть комфортно расслаблены плечи расслаблены куда они не зажаты там то есть плечи расслаблены подбородочек вот внизу вот это вот есть классическая боксерская стойка ничего здесь особо сложного нету просто стараемся вот эти вот моменты запоминать значит второй момент как можно научиться сделать боксерского стойку первое мы разобрали еще раз повторим с вами поворот две ноги вместе поворачиваем я право вшар соответственно до себе правой рукой поворачивать раз повернули нога на носке теперь стоит поворачивай таточку два повернули нога на пяточки стоит поворачиваем носок три повернули поднялись на носки развернули присели вот она в пос Nilской строчку второй вариант Вариант боксерской стойки, вот как я учу своих учеников сейчас, как бы детей современных, это проще маленько, чем вот это вот запоминать, чтобы не путали. Стали ноги вот на ширине плеч у нас расслаблены. Делаем шаг назад. То есть, вот мы маленько назад ее шагнули, вот всего лишь вот. Ширина плеч, шагнули назад. На носочках развернули, все. Стоим, хорошее расстояние между ног у нас есть. Теперь объясню всю самую важную составляющую вот этой боксерской стойки. Без чего не работает нестойка. Это что касаемо и в боксе, и в кикбоксинге, в любых других единоборствах. Особенно в единоборствах приходят люди. Очень много ошибок у них, как бы в этом плане. Здесь самое важное, чтобы между ног было расстояние. Всегда проверяйте себя. Если есть расстояние, вот расстояние у нас, линия проходит между ног. Это вот правильная боксерская стойка. Между передней и задней ногой тоже вот расстояние есть. Своеобразный крест. Если вы удерживаете вот этот вот крест постоянно, то есть, когда двигаете все вот сюда, сюда. То есть, у вас никаких проблем не будет. Но это самое сложное научиться. Особенно новичкам. Чтобы научиться боксерскую стойку передвижения, мы примерно, вот я, мои воспитанники, мы это делаем, вот когда новички приходят, ну, два месяца мы просто отрабатываем стойку передвижения. Потому что, если сразу поспешить куда-то вперед, они потом не будут полноценно боксировать. Еще раз говорю, какие ошибки самые важные здесь? Когда ноги стоят на одной линии. Раз. Первая ошибка. Правая сторона у нас выключена. У левши тоже самое. Вот обычно с единоборствами приходят, поголовно у всех вот эта ошибка есть, поголовно. Не знаю, почему так. Вот. Ноги на одной линии. Дальняя рука у нас исключена чисто по биомеханике. Вот. Тело не работает. Значит, вторая ошибка. Тоже, когда двигаются, ноги вот так стоят. Тоже здесь расстояния нет. Чуть толкни и упал человек. То есть, баланса никакого нет. Значит, запомнили расстояние между ног, крест своеобразный. Вот это и есть боксерская стойка. Значит, по поводу баланса. То есть, мне нравится, вот когда новички приходят заниматься, чтобы расстояние... Вес был на двух ногах расположен. То есть, как бы... Ну, 50 на 50. То есть, есть, как бы, школы боксерские, где на передней ноге стоят. Вот так вот боксируют. Есть, где на задней, особенно вот советская школа бокса классическая. Больше на задней, вот они сидят, боксируют. Это все правильно. То есть, правильно и так, и так, и так. Но новичкам легче научиться боксировать, когда они просто распределили вес. Вот вес вот здесь у нас, получается, посередине. Мне хорошо, мне комфортно. То есть, когда у меня уровень бокса растет, уровень мастерства, я уже могу на заднюю тягиваться, просто даже ничего не делая. Опытные боксеры, как делать, встанет. Вот его бьют, он раз сюда подсядет, там. Раз где-то наклонится, опс, обманул дистанцию. Ну, такие моменты, это как бы вам пока особо сильно не надо о них задумываться. Запомните вот эту стоечку, запомните расстояние между ног, запомните баланс. Все. Значит, следующий момент. По стойке, в принципе, разобрали. Еще раз говорю. Ручки, вот они, расслаблены должны быть. Не надо их сильно там зажимать. Не надо сильно тоже, чтобы спина прямая была вот такая вот, как красиво люди ходят. Вот спина прямая. В боксе так нельзя. Потому что, если будет у вас сильно прямая спина, вы не сможете держать полноценные руки. Их придется постоянно в голове поднимать. Ну, подняли, ну, раунд побоксировали. Потом они у вас устали и все, опустились. То есть, здесь они должны спокойно лежать, все. Полностью расслаблены. Хорошо. Так, следующий момент, который сегодня сможем разобрать в домашних условиях, это передвижение вперед-назад. Тоже в боксерской стойке. Стоечку мы устали. Вот наше расстояние между ног. Опять же, мы его поймали. Мы никуда не сокращаем. Вот так вот не сужаем. Начинаем двигаться. Как мы двигаемся? Учимся двигаться. Спокойно. Буквально там, ну, 5-6 сантиметров шаг делается. Не надо вот такие вот огромные шаги делать. Вот, шаги короткие у нас получаются. Начинаем по 5 сантиметров вперед. В передней ноге. В дальнюю подтягиваем. Сколько шагнули, столько подшагнули. Вот такое движение. Опять же говорю, вот я не потерял вот это расстояние. У меня баланс хороший, я никуда не упаду отсюда. То есть, назад мы пошли. То же самое, только с дальней ноги начинаем. Справа у меня получается. Вот такое движение. Запомнили? Вот это мы потом начинаем делать просто побыстрее. С каждым днем это тренируется, нарабатывается. Вы потом об этом просто не будете думать. То есть, начинаем вот. Пошли, пошли, сюда, пошли. Шагов целая куча в боксе. То же самое. Ручки подняли. Смотрим вперед. Расстояние между ног. И работаем. И работаем. Вот такое вот движение. Значит, чтобы было вам проще в домашних условиях это наработать. Самим. То есть, когда там, допустим, нет рядом тренера, там, человек, который подсказать может. Открыли это видео. Сделали вот такая подсказка. Дома. Купили просто вот тюбик малярного скотча. Там, или как он называется. Вот просто линию. Вот такую вот. Начертили им. То есть, приклеили. Одна нога стоит с одной стороны. Вот этого скотча. Другая с другой стороны. Все. Никаких сложностей. Можно пошире сделать. Вот так вот. 10 сантиметров. Вот так ужин у вас было постоянно. Все. Левая нога у нас передняя. Носочком стоит с одной стороны. Задняя пяточка с другой. Абсолютно ничего сложного. Это вы можете делать. И сразу увидели, где вы ошибаетесь. Сделал шаг. Сделал шаг. Увидел. Ага. Наступил на скотч. Вот здесь моя ошибка. И чтобы далеко вот так широко у нас не вставали. И чтобы узко. Вот. Одна нога с одной стороны. Вторая пяточка с другой. Все. Ничего сложного. Значит. По передвижению вперед-назад сказал. Шагов у нас в боксе тоже целая куча. Там всяких разных. Там каких только не показывают боксеры. То есть там. И все они правильные. Я еще раз говорю. То есть они правильные. Но. Вот эта вот основа. Это классика. То есть без нее вы не можете туда перепрыгнуть. Понимаете? Значит. Следующий момент. Шаги. Ну у меня экран вертикально. Вот так. Чтобы мои ноги могли видеть. Поэтому не очень неудобно вам показывать. Ну вот так вот постараюсь. Чтобы линия была. Значит. Здесь то же самое. Шаги влево-вправо. Как я делаю? Вот так же линию нарисовал себе. Как я вначале говорил. Крест своеобразный. И начинаю двигаться влево. С левой ноги на линию не наступая. Право-вправо. Вот такое движение. Понятно? То есть ничего сложного. Еще вперед. Не сокращаем. Двигаемся назад. Влево сюда. Право. Главное, чтобы ноги у вас не вот так не вставали. Вы должны постоянно садиться в боевой позиции. Ну вот такой вот момент тоже. Это все. Это все можно наработать в домашних условиях. То есть здесь ничего сложного. Если вы вот это вот будете делать, хотя бы месяца, два, три, вы придете в секцию бокса или занимаясь другим видом единоборства, вы очень сильно измените свой баланс, свои передвижения и ощутите, насколько вам легче проводить бой. Вот и все. Значит, упражнения какие можно дома еще делать? Простейшие вот из этого, что мы с вами сейчас сделали. Значит, смотрите. Шаги. Начинаем. Два вперед. Допустим, два назад. Вот таким образом. Можно два вперед сделать, два влево, два назад. Видно меня? Два вправо. То есть вот таким вот образом по квадратику можно подвигаться. Можно восьмерочку сделать вперед. Влево, назад, вправо, вперед. Вот так вот. То есть по два шага. Пожалуйста, делайте. Можете делать 10 шагов вперед. 10 назад. То есть вот это самое главное. Ручки здесь держим, все контролируем. То есть правая рука. Еще вот момент по стойке все сразу вспомнил. Значит, тоже куча вариантов учат, как руку держать. Вот так учат руки. Там где-то там. Вот так вот. И так далее. Передняя рука на уровне виска. Вот так вот учат. По-классически, по-длинному отсюда раздергивают. Это все приходящее. Значит, мне нравится, когда правая рука сразу лежит вот здесь. Вот здесь. Не вот так вот, как раньше учили. Здесь. Ну, что нам защищаться от джеба? От джеба можно вот с лифт делать. Или можно просто оттянуться на ноге хотя бы. По статистике, 80% нокаутов в профессиональном американском боксе это с левого бокового удара. Поэтому нам надо вот эту руку держать вот здесь сразу, наготове. То есть, пусть бьет прямые, где-то перекрылись, перекрылись, перекрылись. Вот это постоянно у вас должна быть наготове здесь. То есть, вот ответ, почему я даю вот так вот эту руку держать, а не вот так. Понимаете? Так, следующее. Челнок. Тоже можно дома разобрать. Так же встали. Расстояние между ног мы его не сокращаем даже в челноке, самое главное. Вот так вот никогда не встаем боком, чтобы эта ерунда поменьше. Встали. И пружиним просто так же по 5 см. Челноки тоже разные бывают. И двойные, и длинные, и короткие. И с такими растягиваемыми. Ну, как угодно. То есть, но начало. Встали. И просто пружинив вперед-назад. Левой ножкой толкаемся немножко назад, оттягиваем справа, оттуда. То есть, не двумя, как вот новички делают. Вот так вот прыгают. Тоже неправильно. То есть, встали, немножко на переднюю ушли. С нее, чтобы амортизатор был. Немножко на заднюю. И вот дома пружините так же. Встали. И пружинив, работаем. Поработайте так хотя бы раунд. Ну, можно делать 30 секунд поработал. 30 секунд отдохнул. 3 минуты так сделайте. Вы ощутите, что такое бокс. Особенно те, кто этого никогда не делал. Послушайте. Сразу свои ноги. Они вам скажут. Да, мы сегодня хорошо поработали. Значит, следующий момент. Прямые удары. Встали в стоечку. И работаем отсюда. То есть, прямой удар, как выполняется. Тоже вариантов куча. Значит, начинаем с классических ударов прямых. То есть, рука, вот она у нас прижата. Рука должна бить вперед. Но посередине тела на уровне глаз отрабатывается. Вот это вот классический прямой удар. Значит, нога немножко поворачивается. Все идет с ног. Но вам хотя бы вот просто немножко повернуть. Не надо вот видно ноги. Не надо вот так сильно вращать, как новички особенно делают. Немножко повернули ножку. Ручка вперед у нас уходит. Ручка вперед уходит. Посередине глаз на уровне тела. Идет рука, локти не поворачиваются. Как будто между двух стенок. Вот она, прямая линия. Раз. 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 Вот он прямой удар. Сбоку видно, не видно будет. Попробуем. Плечико поднимается, но не так, чтобы зажаться. Вам ничего не должно мешать. Вам должно быть комфортно. Раз. Плечом закрываемся, сюда бьем. Плечом закрываемся, сюда бьем. На экране вижу, что маленько. Ему как-то верх показывает. Но вот я бью четко на уровне своих глаз. Значит, с правой руки то же самое. Та же самая динамика. Все начинается с ноги. Ногой чуть толкнулись вверх. Чуть толкнулись вверх. Потом поворачивается бедро. И рука в конце уже доворачивается. Кулак у нас вот. Вот таким образом должен быть. Приходится на две костяшки. Четко вот такая работа. То есть здесь тоже, чтобы у вас не было, как бы, там, таких представлений, вот как можно делать, как нельзя. Значит, ошибка какая? Перелама. Вот сильно кулак показывает, что, как бы, кулаком переламут. Вот он. Здесь у нас жесткости в этот момент никакой нет. Значит, здесь то же самое. Бьют пальцами вот этим попадают. Кулачок вот сюда. Немножко вот здесь изгиб. Он, естественно, будет. Как бы, ну, вот так вот делаем. Значит, с правой еще встали. Чуть зарядились, вытолкнулись вперед. Чуть зарядились, вытолкнулись вперед. Чуть зарядились, вытолкнулись. Немножко бедро, рука. Бедро, рука. Вот она вся, вся масса пошла вперед. Ногу я не перекручиваю. Что отсюда сделать можно? Ничего. То есть, именно вот вперед, 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 вперед. Вот такая работа у нас идет. Значит, что касаемо прямых ударов. Еще какой момент можно наработать дома так же. Вот сегодня много вас не буду грузить. Даю только самые простейшие упражнения, которые несложно координационные. И вы их можете сами освоить без тренера. То же самое можно делать шагом вперед. Первое упражнение. Встали, шаг левый, удар левый. Бам, воткнули, вернулись. Воткнули, вернулись. На носочек нога у меня идет. На носочек, вот она, амортизатор здесь. Я ей как бы упираюсь, не даю себе вперед валиться. Потому что это сразу грубейшая ошибка. И хороший толчок отсюда у меня получается. Бам, воткну, ударил. Ударил. Задняя нога у меня практически на месте. То же самое с правой ноги. Шаг левый. Отсюда. Раз, правая. От левой, правая. Толчок. Вот он, толчок обязательно. Бам, ударили. Бам, ударили. Ну вот это вот, хотя бы, если вы будете заниматься вот этими делами, как бы дома, самостоятельно. Это можно освоить. Это можно освоить. Я еще раз говорю. Потому что у нас. Потому что у нас в Омске подготовлен двукратный олимпийский чемпион. Несколько мастеров спорта международного класса. У меня уже четыре их в Омске подготовлено. Как бы было у кого учиться. У взрослых, опытных тренеров. Поездил так же по миру, там много куда. Тоже поучился у заслуженных разных тренеров. Ну и естественно, это то, что я вот показываю, это я сам применяю со своими учениками. Это не так, как вот тренеры, я говорю, сейчас показывают на ютюбе, везде там. Которые сами никого не подготовили никогда. То есть знать упражнения и использовать их так, чтобы это приносило какую-то пользу потом на соревнованиях или где-то. Потому что только соревнования на самом деле показывают, работает техника или не работает. Вот. То, что я вам показал, это все работает на 100%. Потому что мои ученики даже получали приз на первенстве России за лучшую технику. Вот они учились по такой системе. Ничего я не придумал нового. То есть, ну естественно, это касается вот именно школы бокса. То, что мы сейчас делаем, называется школа бокса. Вот. Новая у нас только там какие-то тактические и технические наработки именно в паре. Так, ну давайте сейчас поотвечаю на ваши вопросы. Посмотрим, кому что интересно. Так, вот Анни спрашивает, девушка, со скольки лет, так, во сколько лет можно привезти детей заниматься боксом? Ну, официальный набор с 10 лет идет в спортивную школу боксом занятий. Но, в принципе, приводят и с 8, с 9 лет. То есть, там как бы идет у нас подготовка такая, как бы, сейчас скажу. Больше ОФП привыкает спокойно к спортивному залу. В принципе, там в лагерь съездил, там ребенок. Ну и за год по Добвыксу ему ничего страшного в боксе нет. Ему все нравится, ему все хорошо. То есть, ну с 8 лет вот раньше не стоит, думаю. Так, если выбирать из видов единоборств, куда отстать сына, чем бокс отличается от остальных видов? Хороший вопрос. Значит, чем бокс отличается? Бокс отличается тем, во-первых, что это богатейшие традиции в спорте. То есть, бокс у нас когда уже? Ну, вообще, кулачные единоборства у нас уже там до нашей эры еще существовали. Боксу больше 200 лет. То есть, это олимпийский вид спорта, это качество, самое главное качество. То есть, если новомодные какие-то единоборства, не факт, что вас хорошо там тренируют, потому что они новые, допустим. Здесь качество проверенное времени. То есть, это куча учебников написано по боксу и так далее. И что касаемо Омска, я еще раз говорю, у нас очень сильный педагогический состав в Омске. То есть, сейчас нету такого уже тренера, который там пришел ребенок, его сразу там поставили на выживание. Как раньше было, когда я вот, допустим, еще спортом занимался в детстве. Допустим, я пришел там на Дальнем Востоке в секцию каратэя. У нас там сразу проверяли, кто на что способен. Допустим, это во многих было так везде, потому что, в принципе, и люди были более духовитые, более развитые, и физически сильнее были. Это никакой не секрет. Значит, и вот по поводу бокса, говорю. Очень сильный педагогический состав. Поэтому я рекомендую бокс. Не надо бояться бокса, что вот там моему ребенку будут по голове там бить и так далее. Никто у вашего ребенка просто так не будет по голове бить. То есть, каждый тренер видит, насколько способен ребенок. Вот я лично вижу, если вот кому надо заниматься боксом, ну, для соревнований, то есть, выступать, то есть, на соревнованиях на первенстве России и так далее, можно довести этого ребенка. Я родителям конкретно говорю, у него есть данные, с ним можно работать. Если данных нету, бывают такие случаи, приходит ребенок, но он может стать просто сильней, хороший коллектив, уверенность в себе приобретает и так далее. Но большой бокс ему не надо. Я это вижу, допустим, я королевно говорю. То есть, ему не надо большой бокс, ему вот заниматься и хорошо. То есть, на левом берегу есть секции от федерации, конечно, есть на левом берегу. На левом берегу у нас несколько залов. Сейчас вспомню. Ну, начну со своего зала, раз уж я провожу тренировку. Это вот на Путилово, 12-я, в третьем микрорайоне. То есть, в нашем зале, пожалуйста, подготовлено два победителя первенства России и призер первенства Европы. Также с обычных ребят приходили. Ничего особенного, ничего не занимались раньше, ничем ничего не умели. Пожалуйста, научились, обкатались, по разным странам поездили. То есть, потом у нас в Старом Кировске основная школа бокса у нас находится. Ну, наша вот, где наш основной филиал. Тоже очень сильные специалисты там. Ну, и в Старом Кировске, Охременко есть. Вот основные школы бокса на левом берегу. Еще какие-нибудь вопросы, пожалуйста, пишите. Любые вопросы абсолютно касаемые бокса, спорта. Что вам интересно, все отвечу. Вопросы кончились, в принципе. Может, технические кому-то там вопросы какие-то интересные. По технике, где посмотреть, как, что. Ну, где посмотреть, я сказал. Лучше это просто так не смотреть. Потому что часто люди, которые сами никого не подготовили, проводят вот эти уроки бокса и так далее. И не факт, что это все работает и так далее. Даже очень популярные, естественно, в Инстаграме там проводят. Проводят там, вот, допустим, как бы показывают кучу упражнений. Вот женщина там одна показывала. Вот так нельзя делать категорически. Почему нельзя? То есть, я вот видел, что очень многие великие боксеры так делают. И им ничто не мешает выигрывать. То есть, опять же, в ней нет практики именно вот тренерской. С какими проблемами сталкиваются начинающие боксеры? Сейчас основная проблема начинающих боксеров – это здоровье, на самом деле. Приходят дети, вот, допустим, у очень многих проблем со зрением. То есть, как бы, ну, вот это вот основные проблемы. То есть, я говорю, если вы в секцию пришли, проблемы в секции какие могут быть? Взаимоотношения детей между собой. В принципе, таких нету сейчас проблем, чтобы там у кого-то как-то плохо было. Чтобы тренер что-то там. Тоже таких каких-то проблем у нас не возникает никаких. Ну, в основном, вот, проблемы вот со здоровьем у детей. С мотивацией. То есть, очень ленивые сейчас дети. То есть, пришел, конечно, проще дому прийти в компьютер, поиграть там в PlayStation, посидеть, поиграть. Гораздо легче, чем пойти на тренировку, что-то сделать и добиться и так далее. В линзах ходят? Нет, в линзах не ходят. Мы не допускаем на тренировки. Нет, он может приходить, конечно, для себя заниматься. То есть, для здоровья. Ну, как бы для бокса нет. Еще какие-то вопросы есть у вас? Ну, если вопросов нету, тогда мы, наверное, нашу трансляцию закончим. Вот. Занимайтесь боксом, занимайтесь спортом. Рекомендую всем бокс. Еще раз говорю. Особенно в Омске. Очень сильный педагогический состав. Очень грамотный педагогический состав. Приходите, занимайтесь в секции. Ко мне приходите тренироваться. На левый берег Путила 12А, гимназия 150-я. Клуб «Фаворит» у нас называется. То есть, ну, как бы, вот. Еще два вопроса появились. Расскажите про женский бокс. Женский бокс сейчас очень сильно развивается. Не меньше, чем мужской, на самом деле. То есть, девчонки молодцы. Когда-то я вот так с улыбкой смотрел на это все. Думаю, блин, чего они делают вообще, если честно. Нет, молодцы, действительно. И очень сильно подросли. И физически, и технически подросли. И уже чемпионаты мира, и Европа проводятся. И на Олимпиаде им уже пять весов отдали. То есть, женский бокс это сейчас такой же конкретный серьезный вид спорта, как и мужской. Абсолютно серьезный. И есть там девчонки, которые боксируют классно, интересно. Можно смотреть в боксе. Какие бои можно смотреть боксерам для повышения мотивации? Так. Ну, вообще можно смотреть с любительского бокса, если вот мои любимые бои какие. Это Василий Ломаченко с любительского бокса. Вот первая Олимпиада. Это просто космос, как он разобрался со всеми соперниками. Значит, и с любительского бокса, наверное, Алексей Тищенко. Первая Олимпиада тоже была бомба. Взрыв сильнейших спортсменов просто убрал всех. Значит, профессиональный бокс. Профессиональный бокс для повышения мотивации. Рекомендуем, естественно, всех топов смотреть. Всех топовых боксеров. Которые старые бои были, современные. Но из таких вот, как бы, из прям боев, если назвать. Ну, Флойд Мэйвезер, допустим, с Рикки Хаттоном очень крутой бой. То есть оба были непобедимы. Оба шли к титулам. Вообще сумасшедший бой. Интрига была. Пакеау Маркес все четыре боя классные. Баррера Моралис. То есть три боя вообще потрясающие просто. Ну, вот, посмотрите Флойда Мэйвезера. Посмотрите Мэнди Пакеау. Посмотрите Шугары Леонард, Марвин Хаглер. Там вот таких бойцов. Там Роман Гонзалес очень мне нравится. Из молодых сейчас вот таких, ну, как бы, из современных мини-боксеров. Ну, естественно, наших там, как бы, наших вот. Спортсоветского пространства. Там Василия Ломаченко, Усика, Головкина. То есть, смотрите, особенно вот сейчас Василия Ломаченко. Лучшего боксера сейчас в мире, я считаю, нет. То есть, делает все на всех дистанциях. Смотрите, пожалуйста. Учитесь, изучайте. Получайте удовольствие. Так. Как Вы поддерживаете спортивную форму на самоизоляции? И как рекомендуете заниматься своим воспитанником дома? Как я спортивную форму поддерживаю? Да я просто обычно подкачиваюсь ежедневно. И все, в принципе. Ничего такого не делаю. Как бы отжимания, приседания, пресс. Там, как бы, вот такие разминочные упражнения. Гантельки у меня дома есть. То есть, вот, пожалуйста. Могу показать, в принципе, упражнения. Вот, допустим, встали. Ну, сейчас гантельки не буду брать. Что можно делать для верхнеплечевого пояса? Вот взяли две гантельки. Просто даже вот поддержали их в руках. 30 секунд. Вот такие движения различные поделали. Вот такие плеча мы сюда поработали. То есть, встали. Вот такие вот движения. То есть, так вот можно работать. То есть, вот это все Вы сделаете. Допустим, сделайте вот 6 упражнений. Вот эти включили. Один раунд сделайте. Три минуты. Поверьте. Будет у Вас отличное сразу ощущение и в шее, и в плечах. И в грудь все расправятся вот так. Сразу вот. Ну, таким вот образом. Значит, а с воспитанниками, со своими, со всеми основными, кто боксирует, я держу связь. В принципе, я знаю, кто как тренируется. Они мне скидывают из дома видео свои. То есть, мы смотрим эти видео, как бы я им говорю, где какие ошибки. Ну, естественно, не полностью видео там. Полтора часа уже он не будет снимать, да даже час. Ну, хотя бы какая-то ответственность у малышей есть в этом плане. Ну, а взрослые мои, мастера спорта, мы с ними план обозначаем, что можно делать, и они делают. То есть, повышаем, стараемся. Естественно, рефлексы вот эти все потеряются, боксерские там. Как бы, ну, хотя бы физическую форму надо сохранять. Вот мы пытаемся сохранять физическую форму. Вот таким образом. Еще вопросы какие-то есть у вас? Спрашивайте, не стесняйтесь. Я сам стесняюсь не больше, не меньше вашего. Сколько раз в неделю проходят тренировки? Так, тренировки, значит, у малышей проходят три раза в неделю. Как бы так. Так, если уже начинает повышаться, я тренирую их там, допустим, пять раз в неделю. То есть, могу каких-то выбрать отдельных групп, могу дополнительно тренировать их. Старшие у меня ежедневно тренируются, кроме воскресенья. То есть, каждый день мы тренируемся. Ну, естественно, боксом мы занимаемся, допустим, чисто вот в парах постоять. Это может быть два раза в неделю, там, три раза в неделю. То есть, в перчатках конкретно, вот в парах. Какие-то упражнения, спарринги и так далее. То есть, все в зависимости от подготовки. Там у нас или физическая работа, или над техникой мы работаем там на лапах и так далее. То есть, на самом деле, такой вопрос, как маленько расширен. Сейчас, в принципе, я говорю, информации много. Информации много. То есть, можно тренировку сделать очень интересно. Очень интересно. То есть, вот часто слышу, вот этот тренер там обалденный просто. Вообще супер тренер. Ну, вот опять же из интернета. Ну, а супер в чем выражается? В том, что он знает кучу упражнений. Вот и все. То есть, а как эти упражнения будут приводить ли к какому-то результату на соревнованиях или нет? Это уже другой вопрос. То есть, знать все упражнения можно, но какой эффект будут они иметь? Тоже как бы другой. Вот я лично стараюсь сделать так, чтобы разнообразить, чтобы не было, ну, как бы, неинтересного такого занятия. Вот эта монотонность, которая утомляет спортсмена там. Да и самого тренера, в принципе, когда одно и то же, одно и то же. Но, когда разнообразим вот это все, мы все равно должны не забывать, что у нас есть вот здесь вот цель. Цель какая? Выиграть на соревновании. Если я буду все подряд давать, у меня ничего не получится. Ну, и одно и то же нельзя давать, одно и то же, одно и то же, потому что это быстро надоест. Особенно современному человеку, современному ребенку, который смотрит там Мэйвезера, там Пакеао и так далее, смотрит, что они делают, скажут, вау, что они там, какие вещи делают, а мы здесь так вот ерундой занимаемся. Значит, сколько длится тренировка, то же самое, от соревнований зависит. Но детей, в принципе, я тренирую там час, максимум полтора, то есть, как бы, у них так. В основном, освоили там школу бокса, поиграли, физически подтянулись. Ну, и у них процент хороший, то есть, они, как бы, приходят, они сейчас не бросают, они остаются, и самое главное, они хотят заниматься, и они приходят, у них глаза горят, им интересно на тренировке и так далее. Старшие готовятся, то есть, по-разному. Где-то у нас, если нет подготовки, ну, к конкретным соревнованиям, мы можем дольше тренироваться, то есть, больше объем сделать, какую-то базу там на работу и так далее. Ближе к соревнованиям тренировка может быть вообще короткая. Последняя неделя перед соревнованием вообще там 30-40 минут тренировка может быть, потому что он должен выйти на ринг свежий и проявить свои лучшие качества, а не выйти просто уже, потому что он запланировал уже уставший и не какущий. Ну, вот так. Ну, если на все вопросы ответил. Так, не на все. Что нужно для первой тренировки в плане экипировки? Для первой тренировки, в принципе, как бы я не требую такого, что там, перчатки сразу приносить или что-то. Пришли просто обычная спортивная форма. Кроссовки, там, шорты, футболка, может, спортивный костюм какой-то. Ну, и просто попробовать позаниматься. Если понравится, там уже со временем надо будет приобретать, как бы, это, перчатки, там уже форма, это уже со временем приобретается. То есть у нас такого нет, что ты в первый день там должен принести весь пакет. Ну, как я знаю, допустим, в Москве такое есть, там некоторые, там, в залах, там топовых, ты сразу уже должен, если ты пришел на тренировку, ты должен все-все-все принести. Так, травматизм часто бывает в процессе занятий. Ну, бывает травматизм, конечно, бывает, но не часто. Здесь бывает как травматизм. Ну, стараемся по минимуму его, по минимуму сделать, естественно. Опять же, я говорю, это все зависит от педагогического состава и насколько тренер владеет информацией, вообще тренировочного процесса. Не обязательно, это даже бокс сам в целом, а процесс спортивный, вот этот вот, подготовки, в принципе. Если его соблюдать нормально, то и травматизм будет поменял. Что в основном бывает в травматизме у боксеров, это где-то травмируются пальцы, бывает, перед соревнованиями, особенно, когда вес гоняют, если неправильно вес гоняют, не умеют гонять. То есть, резко начинают там не есть, не пить, там и так далее, как себя в организме, там или чего-то не хватает. Вот здесь как бы еще, если бить неправильно научили где-то, начинают бить, вот бывают травмируются вот эти особенно большие пальцы вот, большие выбивают. Если вот учили бить неправильно, где-то так бить, вот как попало, так там как-то, вот это бывают пальцы. Если правильно тренер научил вас бить, как бы, и соблюдает все вот эти правила, там, перчатки у вас хорошие, там, бинтуетесь, все ответственно подходите к этому, травматизм не сильно больше. Не больше, чем в игровых видах спорта. Там травматизма гораздо больше. Еще вопросы есть у вас? Тогда будем прощаться. Любые вопросы, в принципе, можете уточнить на сайте Федерации бокса, можете мне писать, без разницы. То есть, если хотите, можете написать, как бы у нас, я говорю. Центр олимпийской подготовки у нас работает в Омске. Школа бокса Олимпийского резерва имени Леонида Николаевича Киселева, там все ответы вам дадут. В Охременко у нас есть бокс, ну и филиалы по всему городу, пожалуйста. Как бы я открыт для общения с вами, пожалуйста, пишите ВКонтакте, в Инстаграм, там, в личную. Да, вам тоже спасибо большое за вопросы, за то, что поучаствовали, посмотрели. Надеюсь, была полезная информация, какую-то полезную информацию получили. Все, до свидания всем, всем спасибо большое еще раз. Продолжение следует...